Привет! В предыдущем видео я вам обещала, что покажу свои новинки косметики, и у меня здесь есть вот такая вот корзиночка. Здесь много всего разного интересного. В основном здесь все бюджетное и то, что можно найти в магазине неподалеку, типа Магнит Косметика, Рубль Бума или Ривгоша. Есть, конечно, несколько вещей чуть более дорогих, но бюджетная косметика все же превалирует. И мне бы, наверное, хотелось, чтобы вы досмотрели это видео до конца, потому что будет много бюджетных классных находок. Вот действительно каких-то моих фаворитов, от которых я в восторге. Так что давайте не будем затягивать и поехали! Первое, что у меня здесь есть, это вот такой вот сухой шампунь от DAV. И это вроде бы как бы новинка их. Я купила этот шампунь в магазине Магнит Косметик. Достаточно бюджетная вещь. И зачем я вообще его себе взяла? На случай, скажем так, ЧП, когда я уже действительно не помыла голову 3, а то и 4 дня. И я в такие дни делаю исключительно хвостик. Но все равно здесь вот видно, что волосы жирные. И для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, я в таких случаях использую сухой шампунь. И в этот раз я решила взять такой. И что я могу сказать? Он неплохой. Во-первых, он бюджетный. Во-вторых, он действительно как-то выправляет ситуацию. Он освежает волосы, голову. Она выглядит не такой жирной. И, наверное, самый большой плюс этого шампуня то, что он не оставляет вот эту белую муку на голове. Конечно, чуть-чуть он этим грешит, но не так, как, например, остальные шампуни. Потому что, например, сухой шампунь Батист в этом плане мне вообще как-то не особо подходил. Так что, если вам нужен бюджетный сухой шампунь на вот такие случаи, когда вы не помыли голову, то можете присмотреться. Конечно, чудес он не сделает и полностью ваши волосы не очистит. Но он скроет то, что вы их не помыли. И следующее просто потрясающее средство, которое я случайно также купила в магазине Magnet Cosmetic, это вот такая пудра от Taft. Называется Мгновенный объем. Там действительно пудра, которую вы сыпите на корни волос по проборам. И потом так немножечко ручками взбиваете, и получается просто потрясающий объем. У меня здесь теперь эта пудра летает. И что самое приятное, этот объем не надо как-то укладывать с помощью фена, чтобы там поддувать, как-то мучиться. Просто взбили пальчиками и готово. И, кстати, я знаю, что у профессиональных марок тоже есть такие пудры, но они гораздо более дорогие. А это стоило примерно 200 рублей. Так что для меня это действительно находка и палочка-вручалочка. Следующее, что я купила, вот такой вот парфюм Vlitoil. Это Айсенберг. Он называется Жозе. Надеюсь, я правильно произношу. У этого парфюма есть два варианта. Либо унисекс вариант, либо мужской вариант. И они не сильно различаются, просто во варианте унисекс как-то больше свежести и, как мне показалось, кислинки. Я немножечко между ними повыбирала и решила остановиться на мужском варианте. Он очень интересный и я не вижу ничего такого, что я сейчас пользуюсь мужскими духами. Они мне понравились, почему бы и нет. К сожалению, я совершенно не умею описывать ароматы. Мне вообще здесь чудится какая-то ваниль, хотя ее здесь нет. Но если брать вот чисто мои ощущения, когда я использую этот парфюм, то сначала я, конечно же, ощущаю какие-то резкие нотки. А потом они приглушаются и аромат становится таким, знаете, бархатным. Лично мои ощущения, что будто бы я в какие-то мягкие подушки прыгаю. Настолько он какой-то вот нежный и обволакивающий. И к тому же мне повезло, я попала на какие-то рождественские скидки, и этот парфюм мне обошелся то ли 4 тысячи, то ли 4 с хвостиком. Примерно так. Дальше давайте продолжим про ароматы. Я увлеклась эфирными маслами. И сейчас давайте буквально прям по чуть-чуть про каждое вам расскажу. Зачем, почему и вообще почему я решила, что они классные, почему я их продолжила покупать. В общем, первое масло, я не уверена, что оно, кстати, эфирное. Это тоже The Body Shop. Это масло чайного дерева. Потрясающая штука. С помощью этого масла я практически полностью поборола прыщи, которые у меня вот здесь вокруг рта и около носа появлялись. Если я видела, что прыщик вот начал как бы зарождаться, то я сразу точечно наносила масло чайного дерева. И мне кажется, это меня спасло. Конечно, не полностью, но все равно это помогает. И к тому же это помогает на уже созревших прыщиках. Масло чайного дерева их очень круто подсушивает. Самое главное не переборщить, потому что если вы не точечно будете наносить, то вы просто сожгете себе кожу. А точечно все просто супер. И попробовав вот это масло, я подумала, что я хочу дальше пробовать всякие масла. Я как-то в интернете поковырялась. И у меня есть такая проблема, что я очень плохо стала в последнее время засыпать. У меня какая-то проблема со сном. И для решения этой проблемы я взяла себе масло лаванды. Я буквально две капельки капаю на подушки, и также я капаю еще на маску для сна. Мне кажется, что действительно масло лаванды очень круто как-то успокаивает. И оно такую атмосферу в комнате умиротворенную создает. Для меня лично это работает. Попробуйте, если вы уже не знаете, как справиться с бессонницей. Возможно, это вам поможет. Я в всяком случае надеюсь. Также на просторах интернета я прочитала, что для улучшения качества сна можно использовать эфирное масло Иланг Иланга. И может быть, это масло действительно работает, но мне совершенно не нравится его аромат. Лично для меня он пахнет, вот знаете, какой-то старостью, какими-то старыми вещами. Еще каким-то ладаном, честно говоря, отдает. Не знаю, может быть, есть фанаты таких ароматов. Увы, мне именно по ощущениям этот запах не подходит. И следующее масло, это масло апельсина. Оно достаточно универсальное, потому что оно как бы нормализует нервную систему. С ним и засыпать можно, я тоже это вычитала в интернете. И наоборот, оно может как бы вас подстегнуть к работоспособности. Поэтому я его поставила на свой рабочий стол. И время от времени беру вот так вот, открываю скляночку эту. И делаю несколько глубоких вдохов. Следующая моя новинка, которая на самом деле не новинка, так как она уже практически подходит к концу. Я все забывала вам показать. В общем, это The Body Shop. И раньше я была фанаткой их бодибаттеров для тела, которые такие маслянистые, густые и жутко питательные. Но теперь я влюбилась вот в такую консистенцию. Эта консистенция похожа на какой-то йогурт или желе. И вообще это так и называется, боди-йогурт. В целом, по ощущению, по качеству увлажненности, по качеству напитанности кожи, все то же самое, как от бодибаттера. Но есть принципиальное различие. Во-первых, очень быстро наносится, потому что, ну, какая-то такая полугелевая текстура. А во-вторых, очень быстро впитывается. И третий, для меня чуть ли не самый приятный фактор, это аромат. И мне кажется, что самый-самый приятный аромат, который есть у всей продукции от The Body Shop, это аромат манго. Он настолько вкусный, просто потрясающий и выше всяческих похвал. Следующее, я вернулась к бронзеру от Hula. Хотя изначально давным-давно, я помню, я его хаяла, говорила, что он какой-то непонятный и странный. Но в итоге первую коробочку я добила и собираюсь добить вторую упаковку. Потому что мне все-таки кажется, что Hula это максимально универсальный продукт. Потому что я его и на щеки наношу, и в качестве румян получается, и в качестве бронзера, и в качестве скульптора. И даже складку века я им иногда прорисовываю. И, конечно же, делаю контуринг носика. И, наверное, если брать вопрос цены, то да, он стоит все-таки дороже, чем некоторые более бюджетные средства. Но этого продукта хватает очень-очень надолго. Я первой упаковкой пользовалась, ну вот чтобы не соврать, года два, если не три. И еще один классный универсальный продукт. Я люблю прям вот все такое универсальное, что можно как-то по-разному использовать для того, чтобы облегчить, ну, например, косметичку для путешествий. Или даже просто обычную мою повседневную косметичку, чтобы там было не 100 миллионов продуктов, а всего лишь несколько, которые работают по-разному. В общем, это The Body Shop. Это вот такая вот баночка. И этот продукт можно использовать и как румяна. То есть, прям вот так вот из баночки наносить. И на губки наносить. И также производитель утверждает и обещает, что его можно как тени наносить. И я его именно так и использую. Вот всеми этими тремя способами. И вот этот вот оттенок, мне кажется, максимально также универсальный, потому что он может быть и румяными, и тенями, и губной помадой. И подойдет, мне кажется, большинству девушек, потому что он делает личико такое немножечко более загорелое, может быть, даже немного более здоровое на вид. И это оттенок 03. В общем, я влюбилась в этот продукт и поселила его в своей косметичке. Также мне кажется, что его хватит лет на 100, потому что он вообще не уменьшается. Следующая это тушь от Benefit. Первый раз ее попробовала. Это Roller Lash. Вот так вот она называется. Что скажу. Если сделать два, а то и три слоя, то реснички просто вау. Во-первых, все в разные стороны, не склеенные, разделенные и очень сильно длинные. Так можно говорить, очень сильно длинные. Но у этой туши есть огромный косяк. Если у вас жирная века или если вы здесь вот не припудрите, то у вас все отпечатается. Это раз, а когда у вас все отпечатается, то вот эта вот длина пропадет. Потому что как бы эта тушь, ну скажем так, донаращивает ресничку. И как раз все, что донарастилось, останется у вас здесь навеки. Как-то обидно. Поэтому относительно этой туши у меня какое-то такое двойное мнение. Вроде бы делает крутые ресницы, но если вы здесь не припудрите или вспотеете чуть больше, чем обычно, то весь вау-эффект просто пропадет. Следующие три продукта покажу вам сразу вместе, потому что это все три продукта для оформления бровей. И именно этими тремя продуктами я сейчас свои бровки и оформляю чаще всего. Итак, первый продукт, которым я сейчас прорисовываю бровки, это карандашик от Evo Mosaic. Очень бюджетный, стоит где-то 100 рублей, но может быть чуть подороже. У него классная кисточка для прочесывания, и сам по себе он такой немного восковый. И получается, он не только прорисовывает бровки, но и сразу их фиксирует. Самое главное не увлечься, иначе вы можете поставить пятно. Наверное, единственный минус этого карандаша, то что он достаточно быстро затупляется, и приходится его снова точить, и точить, и точить. И, наверное, за счет этого он достаточно быстро закончится. Но, учитывая его цену, мне кажется, это прям какое-то идеальное соотношение цены и качества, во всяком случае, на данный момент. И могу сказать, что это прям одна из моих самых удачных бюджетных находок. И я очень рада, что девушка в RevGosh посоветовала мне присмотреться к этому карандашу и не относиться к нему скептически. Следующий продукт, это тоже просто бомба. Очень хочу вам посоветовать. Это уже гель для укладки бровей, тоже от Ева Мозаик. Не знаю, я тоже как-то была скептически настроена, но потом поняла, что зря. У него здесь вот такая какая-то крошечная кисточка, которая очень ловко укладывает брови так, как вам надо. Мне кажется, даже обладательницы самых таких непокорных бровей останутся довольны, потому что кисточка зачесывает так, как надо, а гель намертво фиксирует. И самое приятное, что этот гель не оставляет какую-то вот такую белую пленку на бровках. То есть они выглядят абсолютно натурально, без какого-то излишнего блеска, не какие-то там матовые, просто брови как брови, уложенные так, как вам надо. И опять же, это чудо стоит примерно 100, может быть, 150 рублей. И финальным штрихом у меня сейчас в оформлении бровей идет вот такой уже окрашивающий гель. Это Benefit Give Me Brow. У меня миниатюрка, но я 100-пудово куплю полноразмерную версию. У меня третий оттенок, и что делает этот гель? Он сам по себе какой-то вот такой ворсистый, какой-то такой достаточно густой. И им получается, я в завершении так пару раз аккуратненько прочесываю бровки, и он заполняет все проплешины. И за счет своей какой-то такой непонятной консистенции, которую мне очень сложно описать, он делает бровки как бы гуще. Они кажутся такими, ну не знаю, роскошными что ли, во всяком случае для меня. И они становятся гораздо более широкими, потому что он прокрашивает даже самые-самые-самые маленькие волоски и делает их будто бы как бы потолще что ли. В общем, это такой у меня финальный штрих, как вот вишенка на торте. И мне кажется, вот с помощью этих трех продуктов у меня на данный момент получается прям замечательные бровки. Это два супербюджетных продукта, это подороже, но все равно он просто потрясающий. И последний продукт, это вот такой вот прозрачный блеск для губ. Тоже могу его отнести к своим косметическим находкам, относительно, кстати, бюджетным находкам. Это буржуа, 3D эффект, и это не просто блеск для губ, это еще как бы увлажнялка, потому что под этим блеском у меня губы очень хорошо себя в течение всего дня чувствуют. И вы в последнее время часто спрашиваете, что у меня на губах. Так вот, у меня в последнее время всегда на губах какой-то прозрачный блеск. Я пробовала пупу, могу посоветовать, если вдруг найдете. Пробовала также Ева Мозаик. Это бюджетный был блеск, но я считаю, что он просто никакой, он очень быстро закончился. Его также было как-то неудобно наносить, потому что у него очень неудобный аппликатор. К тому же сам по себе блеск какой-то был не блеск, а просто какая-то вода, которую надо было снова и снова наносить на губы. И получается, когда Ева у меня закончился блеск для губ, то я решила попробовать что-то новое и взяла себе вот такой вот от Буржуа. И мне он очень понравился, потому что он создает на губах действительно такой 3D-эффект. Губы прям аж, я не знаю, сияют. Сейчас вам даже для наглядности покажу. В общем, я и до этого была этим блеском накрашена, поэтому, может быть, сейчас вам разницы не видно, но блеск дает действительно такой классный эффект на губах, прям как глянец. И приятно, что когда вот так делаешь, ничего у тебя не растягивается, потому что он не слишком липкий. Я имею в виду, под словом растягивается не рот, а вы знаете, какие-то вот такие как сопли иногда бывают от всяких таких блесков. В общем, блеск от Буржуа мне понравился. Может быть, даже его повторю. И, слава богу, косметика в корзиночке закончилась, потому что мне уже пора заканчивать это видео, так как мой попугай Веня за кадром очень сильно стал хулиганить уже. Он кричал, пел, летал. Я пыталась минут 15 загнать его в домик, но он совершенно этого не хочет. Сейчас он сидит на своей клетке, грызет ее, барабанит, и, мне кажется, он просто издевается надо мной. Так что, мои хорошие, буду с вами прощаться. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно оставляйте их под видео. Комментарии открыты. Я всегда их читаю, с удовольствием вам отвечаю. И если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поддержите его пальчиком вверх, так как это помогает продвижению моего канала. И это своеобразная обратная связь для меня. Я так пойму, зашло вам видео или не зашло. Надеюсь, что зашло. И да, огромное спасибо, что были со мной до конца. Помните, что вы самые лучшие. Я вам желаю отличных косметических покупок. Я надеюсь, что вы приятно провели время. И до встречи в следующем видео.